Среди кролиководов присутствует мнение о том, что после окрола в гнездо руками лучше не лезть. Якобы крольчиха после того, как мы залезем в гнездо, может их крольчат разбросать, либо съесть. Мы сегодня с вами разберем главные правила осмотра гнезд, как нужно осмотреть гнездо, чтобы не навредить нашим животным. Поехали! Привет! Меня зовут Роман. И как вы поняли из названия сегодняшнего ролика, речь сегодня пойдет о главных правилах осмотра гнезд после окрола. Я выделил для себя 5 правил, которых нужно придерживаться при осмотре гнезд. И сегодня постараюсь вам о них рассказать. Итак, правило первое. Прежде чем начать осмотр гнезд, убедитесь, что вы не работали с сильнодействующими веществами, такими как бензин, керосин, ацетон, краска и другие вещества, которые имеют очень сильный и стойкий запах. Эти вещества имеют достаточно специфический, неприятный и устойчивый запах. При соприкосновении с крольчатами, если вы будете это делать, то они будут отбивать запах крольчат, и крольчиха просто из-за резкого запаха потеряет интерес к крольчатам. Она их просто бросит. Обязательно обращайте внимание. Итак, правило первое. Не работать перед осмотром сильно пахнущими веществами. Бензин, керосин, ацетон, краска и другие вещества. Правило второе. Перед началом проведения осмотра гнезд обязательно вымойте руки. Мытье рук лучше проводить обычным хозяйственным мылом. Оно не имеет абсолютно никаких запахов. Оно нейтрально. И ваши руки после мытья этим мылом будут иметь такой же нейтральный запах. И значит при соприкосновении с крольчатами вы просто не принесете новых запахов в гнездо. Поэтому, друзья мои, прежде чем выбрать средство для мытья рук, выбирайте обычное хозяйственное мыло. Правило третье. Если у вас в клетках встроенный маточник, то нужно на время осмотра закрыть крольчихе доступ к гнездо. А вот если вы уже ставите маточник внутрь клетки, обязательно его достаньте оттуда. В присутствии крольчихи осмотр лучше не производить. Внимательно осмотрите крольчат. Пересчитайте их. Лишних удалите. Ну, это уже на ваше усмотрение. Смотря каким окролом у вас окролилась крольчиха. Если первым окролом, то лучше оставлять крольчат не больше 8. Удалите из гнезда всех мертвых крольчат, если они есть. Послед, если он остался. И после этого всего мы уже переходим сами к следующему правилу. Правило четвертое. После того, как вы удалили из маточника всех крольчат, пересчитали их, мы переходим к следующей процедуре. Меняем мокрую подстилку. Перед этим обязательно удалите из маточника весь сухой пух. Соберите его. А затем убирайте мокрую подстилку. И при необходимости добавьте новую и сухую. Сформируйте гнездо. Я его формирую по центру маточника. Так крольчихе будет удобнее кормить крольчат. Положите всех крольчат в гнездо и накройте пухом. Можете каждого крольчонка обтереть пухом. На всякий случай, если вы в чем-то сомневаетесь. Сомневаетесь. Субтитры создавал DimaTorzok ПРОВИЛО ПЯТОЕ После проведения осмотра, замены подстилки, сформирования гнезда, не спешите открывать задвижку, либо ставить маточник в клетку. Особенно если вы проводили кукование. Оставьте его на небольшой промежуток времени отдельно. За это время крольчата успокоятся, сформируют сами гнездо и приобретут тот запах, который у них и был. А уже после этого ставьте маточник в клетку и открывайте задвижку. Эта процедура может занять его с примерно около 30 минут. Больше не нужно. Сегодня я рассказал о тех правилах осмотра гнезд после акрола, которых придерживаюсь я. Я обычно провожу осмотр гнезд на 3-4 день после акрола. Но в летнее время года, конечно, это придется делать чуть-чуть раньше. Ведь если есть в гнезде мертвые крольчата, вы представляете, какой запах будет там находиться в это время. Друзья мои, на сегодня это все. Надеюсь, сегодняшний ролик был для вас полезен. Вы, скорее всего, узнали что-то новое для себя, а кто-то просто укрепил свои знания. Поставьте палец вверх. Подпишитесь на канал. Поделитесь этим роликом со своими друзьями и знакомыми. С вами был Роман и канал Заметки Зоотехника. Друзья мои, до новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова